Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пять лет назад... Пять лет назад... Let's repeat... Yesterday... The day before yesterday... Last year... Last month... Last week... Two hours ago... Nine days ago... Four weeks ago... Six months ago... Seven years ago... Right, you are... Время past simple tense... Особенное время... И особенное оно потому, что во времени past simple tense используется вторая форма глагола... The second form of the verb... Verb... Глагол... Откуда же берется вторая форма глагола? Все глаголы в английском языке делятся на две группы. Те глаголы, которые переходят из первой группы во вторую по правилу, называются правильные глаголы. Regular verbs. А те глаголы, которые переходят из первой формы во вторую не по правилу, называются irregular verbs. Сегодня на уроке мы поговорим о правильных глаголах. Давайте повторим. Они называются правильными глаголами, потому что переходят из первой формы во вторую по правилу. Look. Посмотри. Вторая форма правильных глаголов образуется путем прибавления окончания и-ди. Итак, мы с вами узнали правила образования второй формы правильных глаголов. Now let's practice. Look at the pictures and repeat after me. Kate danced yesterday. Tom played football last Sunday. Tom played football last Sunday. Children skated a week ago. That's right. У нас с вами получились утвердительные предложения во времени past simple tense. А вы не забыли правило? Чтобы сделать предложение отрицательным или вопросительным, нужно позвать помощника. И для каждого времени существует свой помощник. У времени past simple tense существует только один помощник. Глагол did. Вот он. Итак, чтобы сделать предложение отрицательным, нужно позвать помощник. Вспомогательный глагол did и отрицательную частицу not. Англичане очень любят сокращения, и поэтому чаще всего вместо did not они скажут didn't. И еще нужно запомнить одно очень важное правило. Как только в предложении появляется вспомогательный глагол did, он забирает у глагола всю его вторую форму. И глагол остается в первой форме. Почти. Look at examples. Walked. Didn't walk. Lived. Didn't live. Painted. Didn't paint. Now let's repeat after me. Now let's practice. Look at the pictures and repeat after me. Once yesterday, she watched TV yesterday. He didn't study last Saturday. He walked in the park last Saturday. They didn't water flowers a week ago. They painted a fence a week ago. Well done! Did. It was very useful for the past simple tense. С помощью него мы можем задать вопрос, то есть сделать предложение вопросительным, если поставим вспомогательный глагол did перед подлежащим. А ты, мой друг, запомнил правило? Если в предложении появляется вспомогательный глагол did, он забирает у глагола всю вторую форму. И глагол остаётся в первой форме. Now look at examples. My friend worked. Let's repeat after me. My friend worked. Did he work? It rained. Did it rain? My mother visited a doctor. Did she visit a doctor? That's right. Now let's practice. Look at the pictures, read sentences and ask questions. Посмотри на картинки. Прочитай предложение и задай вопрос. Mike cleaned teeth an hour ago. Did Mike clean teeth an hour ago? Jane helped mother about the house the day before yesterday. Did Jane help mother about the house the day before yesterday? It rained last Monday. Did it rain last Monday? Right, you are. Итак, сегодня мы научились с вами образовывать вторую форму правильных глаголов и говорить о том, что произошло в конкретное время в прошлом. А о неправильных глаголах – irregular verbs – мы поговорим на следующем уроке. Now our lesson is over. Thank you for the lesson. Goodbye.